Вот куплю кусочек сардельки и ем. Мне сейчас мысли вокруг сардельки. Ну если честно, он мне импонирует. Я на него подписана в фейсбуке. Я вижу, что человек, которому хочется что-то изменить, с мостом непонятно. Ну зачем мне мост? Если честно, мне бы хотелось, чтобы город выглядел более презентабельным для туристов. Потому что это невозможно. Эти крашеные стены детьми, подростками, какой-то краской и прочими баллончиками, клеенные какими-то объявлениями, жутко некрасиво. Все, кто приезжает, говорят, развалюха какая-то уже не город. Мне бы хотелось, чтобы он его просто принял в порядок. Чтобы краще працювала коммунальная служба. Да. Улучшить бы транспорт. В выходные очень сложно куда-либо уехать. Путни не так же бывают проблематично, но в выходные несколько сложнее. Например, даже сегодня добраться было сложно в центр. При условии, что это центр. Наверное, улучшить качество дорог на частных улицах. В центре они неплохие, согласна, но на частных улицах стоит обратить внимание. Наверное, два основных таких момента. Чтобы транспорт ходил после восьми вечера. Да, недавно стали после восьми пускать троллейбусы, но я после работы с фабрики не могу добраться до десяти вечера домой. То есть я хожу пешком. Ну а что в городе изменить? Бардак бардаком таки остался. Это может еще быть хорошим. Ну, но надея есть еще есть. Он 4 месяца всего при Владе. Вы знаете, маленькие надежды. Очень маленькие. Потому что если человек хочет, то он делает сразу правильно, а не потом. Как всегда, наобещать нужно шоу. Правильно. А так вот. Я не хочу сказать, что я хоть раз хотела от мэра почут и его на украинской мове. Вот такое у меня желание. Я никогда еще не слышала его на украинской мове. Да, да. Это я вам должна заметить. Ну вы же сами по-русски разговариваете, да? Совершенно правильно. Я не отрицаю. Ну я же не мэр. Я имею право. А он должен к людям обращаться. По крайней мере, когда она хоть на украинской мове. Я никогда не слышала его на украинской мове. Сегодня я за этот час ничего не увидел. Я вижу, что у нас ровняется место. Занехай не, родное. Как было, так и есть. Який бы не был мэр, с каждым роком все хорошее и хорошее. Ну а какие побажания? Что смените в первую очередь? Важаете, какую проблему вы решите? Своё ставление до народу смените, по-перше. А по-друге, чтобы начало працювати. Не на показ, не по-пулейски, а как крема. А в чому це має виявлятися? В комунальній сфері, чи в якійсь іншій? В усіх сферах, які порядковуються нашому міському голові. Наводити лад на улицях. Ремонтувати будівлі, дороги. Забезпечувати роботу в громадському транспорту. Просто робити все, щоб людям було комфортно жити. Например, я не знаю, як це касається мэра, але мені катастрофічно не подобається будівлі в Херсоні. Робота дуже важлива, особливо вже в моєму голові. А яку ви шукаєте роботу? У мене сварщик, водитель, соціальний. Нереально просто. Немає такого ні будівництва, ні чого, де можна прикласти руки. Робота, робочі місто, де робочі місто, обіщені. Переподівники, наскільки я зрозуміла, не справляються. Налоги огромні, кредити під больші проценти. В парків дуже грязні. В парків? Прошлись, в парків дуже грязні. Ну це, може, після зиму, да, сніг зійшов? Нет, мусор, після мусорки. Не прибирають в час на смітці? Да. Вивозили. Ну, вчора люди вийшли, потеплело, погуляли. І сегодня ми прошлись, полні мусорки. В парків, в том, Капсомоль, Партейся, да? Це Шевченко, а ми в Том, ми через Турків пройшлися. І всі, 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 повністю, мусорки, полні. Прямо, Олександр Шанц. У нас не треба. Да, все висторомо. Показі найбільші – це тротуари. Тому що нормально проехати з каляською, це навіть пройтись дуже неплохо. Це основне. А в чому, ну, їх нету, їх позанімали, а вони розрушені, то есть… Розрушені. Розрушені. Так. Це чимало коштів потрібно виділити, щоб поремонтувати. Десь їх брати треба. Другувати. Сплюньте! Якщо їх почнуть друкувати, то не буде ні на що взагалі грошей. А Ола, ви вважаєте, які проблеми в Херсоні? Потрібно вирішити в першу чергу, чого не вистачає? Проблем багато в Херсоні. Це дитячі майданчики, по-перше. Тротуари я приєднусь, тому що матусі з колясками не можуть приїхати спокійно. Парки, сквери. Ну, зараз начебто почали їх трохи приводити до ладу. Ще проблема – це туалети. Їх немає. Ну, а де у нас туалети? Один тільки тут, на Суворова? У нас немає туалетів. Це велика проблема. Це весь час доводиться заходити в кафе, проситися туалету з дитиною. Не всі охоче пускають до туалетів. Це такі нагальні проблеми. Що ще? Дороги, як і тротуар. Вопрос к Калайхаеву. Коли в Херсоне будуть робити безплатні прививки проти вирусу пенсіонерам? Заразно роблять? Конечно, ні. Ну, медикам роблять. Ну, так я конкретно сказала. Пенсіонерам. Безплатно. Да. А у мене такой… А у мене вопрос к мэру насчет водоканала. Когда у нас будет бесплатная поверхность водяных счетчиков? Как в других городах. Мы выбрасываем кучу денег, и нам еще некачественно делают. Приходят такие мастера, которые еще и ломают нашу трубу. Вот. И газовый счетчик бесплатно. Оно меняется и проверяется. Электрический бесплатно меняется и проверяется. А за водяной мы имеем кучу трат. Денег, времени и всего-всего. Ну, дороги, как были, все-таки есть там за что, что за дороги. Вот. Дороги у нас каждый год одно и то же. Да, одно и то же, одно и то же. Так что это в первую очередь. Дороги нужно сделать. Ну и что-то. Так, больше-меньше. Трошки мусора поменьше стало. Але все одно. Треба его вчасно забирать. Ну а так? Будем сподіваться, что что-то и будет. Если они возьмутся хоть трошки, что-то сделать для города. Тем не менее. Так, ничего. Субтитры создавал DimaTorzok